всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала вы находитесь на канале казаков gamer system то есть кгс меня зовут андрей меня зовут настя и мы для вас решили записать визуальную новеллу пепельный свет да 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 как вы заметили я не один я теперь буду записывать визуальную новеллу с анастасией она будет озвучивать женские персонажи я буду звать озвучивать мужские персонажи логично логично не будем долго разглагольствовать сразу же начнем люди не дали этому месту особенно на особенного названия так и говорят пустыня но это не та пустыня где бушуют песчаные бури а мелкие ящерки и паучки под песком прячутся от нещадно палящего солнца солнце здесь тусклое и кажется будто совсем не настоящая тепло его не достигает этих земель даже свет какой-то далекий призрачный но даже такое солнце редкий гость для пустыни ведь ночь здесь длится несколько дней при этом плывущие по небу луна и звезды единственный напоминающий о существовании времени ведь в пустыне более нет никакого проявления жизни именно из-за этой одинокой пустыне пустоты безжизненности без людности пустыню так прозвали никто не знает причин этого запустения обычно это объясняется тем что пустыня является границей края мира который находится так далеко от солнца что не попадает под его благодатные лучи некоторые мечтательные путешественники утверждают что запуск ты не не за пустыню пустыню по короче пустыню отделяет мир от полей забвения которые по их мнению и повлияли повлияли на ближайшую местность эти поля изумительны в своей красоте прекрасные цветы там никогда не вянут а звезды 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 никогда не меркнут времени власт над тем местом ходят легенды что те цветы излечивают от любых ран воскрешают мертвых или же дарует бессмертие впрочем доказательства этим слухом нет но кто же не хочет поверить в чудо долго же мне еще придется идти я чувствую что поля уже рядом на горизонте все же песчаные барханы что окружают меня повсюду на протяжении нескольких недель не то чтобы я устала идти но я уже привыкла к обществу людей и теперь быть полном одиночестве тихо ничего когда я доберусь до полей мне едва или когда-нибудь станет скучно хм привычный пейзаж изменился неужели вдалеке действительно огни разбитого людьми лагеря здесь не могут проявляться миражи значит глаза не врут в любом случае мне по пути стоит посмотреть шумные разговоры людей не складные но веселая музыка были слышны еще задолго до того как размытые очертания стали приобретать форму словно оазис буйной жизни раскинулся посреди мертвых песков подойдя еще ближе далее почувствовал жар идущие идущие от огромного костра она невольно остановилась зажмурилась и несколько минут нежилась в потоках теплого воздуха в пустыне конечно не так холодно чтобы сразу замерзнуть насперзь но постоянно не меняющийся ни на градус прохладный воздух медленно покрывает кожу тонким слоем иния это постепенно ослабляет человека и если это игнорировать то в один день можно свалиться с ног и навсегда уснуть далее проследовал вглубь лагеря кочего несмотря на поздний час лагерь кипел жизнь люди распевали песни и танцевали несколько человек устраивали на ночлег верблюдов кто-то ставил палатки как некоторые уже еще ужинали в центре лагеря горел ярким пламенем костер тепло которого распространялась далеко вокруг далее заметила юношу сидящего на большом полуне рядом с очагом он единственный был ничем не занят и приютите ли уставшую путницу конечно все что у нас есть с этого момента и ваша прекрасная леди спасибо за вашу доброту меня зовут талия звучность вашего имени соответствует вашей очаровательной внешности впрочем мое имя не такое красивое меня зовут инар я путешествую с этим караваном долгое время люди здесь могут показаться вам грубыми но могу поручиться за них все они необычайно добрые потому можете ни о чем не волноваться пока вы здесь огромное спасибо больше они не говорили они думали что их встреча случайно они не знали друг друга до этого момента и возможно уже завтра они расстанутся для таких людей нет прошлого или будущего есть только настоящее талии нравились такие люди с ними легко было общаться так как они не обременяли себя оковами прошлых предрассудков живя сегодняшним днем с ними можно было бы было быть самим собой ничего не утаивая постепенно лагерь стал утихать закончились приготовления к продолжению путешествия и люди смогли позволить себе отдохнуть после бурного дня некоторые легли спать те кому не спалось собрались у костра и стали тихо переговариваться многие заинтересовались новой попутчицей но также не стали расспрашивать ее о целях путешествия пообещав предоставить любые блага которые могут себе сами позволить заиграла тихая даже грустная мелодия талии не на мгновение удивилась такой искусственной игре она задалась вопросом что может музыкант делать в караване но талия быстро пришла к мысли что неважно почему он оказался здесь и зачем важно только то что его мелодия трогала душу словно он играл не на струнах инструмента а на струнах души не думаете ли что такая мелодия очень не подходит пустыне не могу с вами согласиться пустыне сосредоточение без эмоциональной пустоты а эта мелодия полночувственной грусти разве вы не слышите в этой мелодии звук падающих на раскаленную землю капель дождя но эта пустыня никогда не раскалится никогда душ не остудит ее жара да вы поэт анар если вы умеете так чувствовать природу почему же тогда не замечаете ее ее луну она всегда освещает эту землю своими лучами но ее свет лишь отражение неспособно отдавать жизнь блять вот кому там а сука приспичила блять а вот звонят сука знает что записываю нет блять да откуда начинать то ну короче вот давай но ее свет но ее свет лишь отражение неспособно отдавать жизнь ее удел целую вечность смотреть на результат своей беспомощности нет все же эта мелодия так подходит этому месту когда талия увидел что настроение нара из меланхоличного сменилась на мрачное она посчитала что не стоит на этом заканчивать день девушка встала и подошел поближе костру что за несколько часов превратилась из огромного кострища в небольшой костер девушка стала прямо и отвела левую ногу одновременно плавно потянув правую руку сторону потом она потянулась левой рукой уже в другую сторону после того как она повторила это движение сколько раз ее руки сошлись вместе над головой она сделал ладонями несколько замысловатых фигур после чего резко сбросила руки вниз при этом четко притопнув ногой и бросил взгляд на и нара он понял ее намек и быстро нашел бароман на котором стал отбивать ритм неизвестный музыкант тоже решил создать нужное сопровождение для танца и сменил мелодию на более энергичную в это время талия не прерывая движение начиная медленно крутиться вокруг себя пластично нарисовал обрисовывая бедрами в воздухе восьмерки стоило музыке измениться как изменились ее движения теперь она закрутилась как волчок безумном вихрь было не разглядеть ее фигуры алая одежда в сочетании золотыми волосами сверкающими в свете пламени создавали иллюзию бушующего пожара пламя действительно ожило и стала танцевать подражая талии перепрыгивать с одной ее руки на другую из круговорота талия перешла на дробь удар пяткой удар носком талия подпрыгивала над землей словно поверхности разбросаны раскаленные угли танцовщица извивала всем телом при этом сохраняя твердость ударов зрители были заворожены этим танцем они словно увидели воплощение самой огненной сути казалось что если талия своей ладонью сейчас заденет кого-нибудь рядом то непременно обожжет языки пламени проходились по ее волосам разлетаясь яркими искрами эти низко разлетались по лагерю неся собой и энергию полную жизни несмотря на то что музыка не была громкой спящие люди проснулись разбужены возбуждающей атмосферой что распространилась по всему лагерю все больше и больше людей собиралось вокруг костра готовые сами пуститься в пляс талия не хотела показывать свои усталости поэтому чтобы не разрушить созданный неутомимый образ она своими движениями пригласила танцевать других сама же она растворилась толпе после чего оказалась на своем прежнем месте рядом с сынаром это было прекрасно я поражен насколько это было захватывающе нам очень повезло встретить на своем пути столь талантливую попутчицу благодарю за похвалу но я не очень опытна в искусстве танца главное что ваши движения зажгли других послушать печальную мелодию собрались немногие но страстность танца поглотила всех я всегда завидовала людям в их умении радоваться жизни более больше чем грустить при этом гореть 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 и бешено хотеть жить на следующий день точнее ночь ведь солнце показывается лишь раз в три дня караван двинулся дальше значит вы согласились продолжить свое путешествие с нами я очень этому рад время в компании протекать незаметно так ведь люди говорят раньше совершенно не чувствовала хода времени так как жила особенно обособлено от мира в месте где никогда ничего не менялось даже сама вечность могла пролететь для меня незаметно после того как я стал путешествовать это особенность стала стязать теперь мне бывает скучно необычно а человека слушать такое любой с кем я знаком начнет рано или поздно световать и на нехватку времени и его бешеную скорость но иногда и вправду бывает что время тянется слишком долго как сейчас из-за того что небо затянуто тучами не видно даже лунные звезд если бы не ваша неземная красота пустыня полностью утонула бы во мраке к сожалению я невероятно далека от красоты тех сокровищ что подарила людям богиням мне тоже грустно от того что небесные драгоценности скрыты от нас возможно я смогу поднять вам настроение если сделаю небольшой подарок с этими словами и нарда осталась за пазухи небольшой кристалл который светился белым светом изнутри переливаясь первым утром свет был матовым но грани играли разноцветными лучиками этому камню еще не дали название этот вид обнаружили совсем недавно пока те кто обладают им называет его лунным камнем примите его пожалуйста он временно заменит божественное благословение что сейчас не достигает нас и защитит от бед и не могу принять столь драгоценную вещь не беспокойтесь у меня тоже есть такой так что я ничем не жертву я действительно хочу уберечь вас от опасности поэтому а потому берите не задумываясь благодарю я буду бережно хранить ваш дар но почему вы так обеспокоены безопасностью если причина для волнения я не хотел упугать вас но пустыня тает в себя больше опасностей чем вы предполагаете знаете ли вы про монстров порождений мрака я слышал легенду о том что в начале времен когда только появились тима и свет и света родилась богиня а из ее тени монстры что позже были названы бездниками богиня смогла их обуздать но они будут существовать до тех пор пока существует свет и тень богиня может лишь следить за тем чтобы бездники не вредили людям солнечный и лунный свет благословен так как не отгоняет монстров но когда этот свет по каким либо причинам не достигает земли то ничто не сдерживает бездников разве это не легенда который пугает маленьких детей чтобы те не гуляли одни в темные ночи мне кажется что вы как раз из тех кто верит в легенды особенно в такие старые ведь в них больше всего правда бездники одна из таких реальных историй сейчас луна скрыта облаками потому их появление вполне возможно вот как значит нам действительно угрожает опасность вы не выглядите особенно испуганной ох нет я действительно напуган как скажете в любом случае камень вас защитит так как он представляет собой концентрацию лунного света мы пользовались его помощью уже не раз поэтому могу поручиться за его эффективность этот караван не раз пересекал пустыню потому все здесь все здесь знают обезьяках и способах защиты от них теперь я точно спокойно а как выглядит бездники сложно объяснить они всегда охотятся стаи и выглядят как бесформенный черный вихрь по этой причине их не ранит обычное оружие и даже не любая магия если попасть в этот вихрь то они мгновенно раздерут человека на куски вы опять не испугались извините все-таки песчаные бури бывают и здесь разве что они намного смертоноснее даже под охраной камни бездники могут причинить вред к примеру поддеть массивы песка и прогрести под ними или же вихрем отнести далеко от намеченной дороги из-за чего можно потеряться и вечно бродить по пустыне поэтому держитесь поближе ко мне талия сократила расстояние тайнара и теперь шла почти соприкасаясь с ними с ним ладонями так они продолжали идти молча ведь ночная пустыня во мраке пугает своей необъятностью путники словно плыли в темных глубинах океана не видя ничего вокруг себя барханы действительно походили на темно синие почти черные волны которые в любой момент могли сбить с ног и затянуть в пучину далее ранее проходилось путь на корабле и попадать в шторм тогда море бушевало волны мощно сотрясались а борт корабля затопляя палубу ветер ломал мачты повсюду был слышен грохот раскатов грома и вспышки от молний но сейчас море было спокойно далее это не понравилось не нравилось так как это было похоже на затишье перед бурей как и перед тем штормом что и пришлось пережить далее прикрыла глаза и глубоко вздохнула она почувствовала как по ее лицу прошелся легкий холодный ветер она резко открыла глаза и посмотрела на инара его лицо а исказилось в страхе через мгновение он схватил ее руку и крепко жал инар выдернул талию из внезапно налетевшего вихря не позволяя унести с собой он прижал хрупкое тело талии к себе закрыв ее от буря он держал ее так крепко будто в его руках находятся величайшие сокровища далее почувствовал как нечто ударяется ее кожу но не оставляет царапин она поняла что на них напали бездники но спросить что-либо инара она не могла из-за песка что полностью их поглотил все что могли они тогда сделать это ждать шли минуты далее стал беспокоиться и думать о прекращении этой бури своими силами но вмешательство не понадобилось сначала она почувствовал как крепкие объятия ослабевают когда она смогла открыть глаза то увидел лежащего перед собой нара вся его спина была покрыта царапинами и ранами напоминающими когти зверя от увиденного талии перехватило дыхание ты ты в порядке почему разве камень не должен был защитить нас прости я соврал камень у меня был все же один я надеялся что удача улыбнется нам талия осмотрел себя и не заметил ни единой царапины тебе не зачем рисковать ради меня я бы я бы не пострадала не понимаю о чем-то но я не мог оставить обворожительную девушку в беде все равно этот камень мне уже не нужен нет все будет хорошо подожди немного талия положила руку на грудь и запела песть ее было очень нежно и красивый словно пение райской птицы эти звуки уносили уносили далеко в прекрасные сады богини где царит вечная весна и нар почувствовал себя очень хорошо он решил что песня талии сопроводила его до ворот сада богини но вскоре убедился что все еще находится в мире смертных он увидел все ту же темную пустошь и прекрасную певицу перед собой но чувство полного расслабления не ушло и нас подняться и заглянуть за спину на нем не было ни единой царапинки все раны полностью зажили он посмотрел на талию свою целительницу без возможности без возможности вы умеете слова это моя магия способность излечивать раны я должна была раньше сказать об этом спасибо ты моя спасительница нет если бы я не пошла с вами я и все остальные сами приглашали тебя пойти с нами не жалели об этом тем более мои раны ты излечила и все мои товарищи имеют камни так что я не в порядке но нас скоро все равно но нас все равно разбросало а в такой темноте ничего не видно обычно таких случаях они ждут пока не взойдет солнце бывает что кто-то успевает прихватить необходимое для разжигания костра но понимаешь что бездники налетают очень быстро после того как дует ветер которого не может быть в пустыне остается всего несколько мгновений до того как они появятся сами я не могу оставить все как есть вдруг кто-то не защитился от нападения был ранен и теперь нуждается в помощи я не могу позволить кому-то умереть или покалечиться из-за меня я понимаю твои чувства но что мы сейчас можем ничего не видно все равно я буду искать их я пойду вперед и буду петь пустыня снова затихла так что мой голос будет слышен далеко я надеюсь даже если это покажется тщетным это все что я могу сейчас сделать ладно идем далее продолжила свою прекрасную песню казалось что в этот момент она совершенно не волновалась сосредоточившись на пение так как ее голос ни разу не дрогнул ну что ж дорогие друзья а на этом мы с вами и закончим дорогие друзья и подписчики моего канала вы мы да мы все и вы мы находились на канале казаков gamer system то есть кгс меня зовут андрей меня зовут настя так и мы с вами проходим визуальную новеллу пепельный свет так ну что ж что хочу вам сказать это прекрасная визуальная новелла мне очень понравилось а те да нормально вроде заебись да сойдет ну что ж ждите следующей серии а пока все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте подписывайтесь в контакте ждите следующую серию всем удачи всем пока